Всем привет! С вами Ева Лорман. Сегодня я вам покажу как подготовить натуральные ногти к наращиванию ногтей. В данном случае у нас сейчас у клиента был гель-лак, который был благополучно снят специальной жидкостью и все, что видим мы сейчас на ногтях, это то, что осталось от геля-лака. Выполнять эту работу очень легко фрезой и насадкой керамической, усеченный конус, который предназначен в принципе для аппаратного маникюра. Работая этой насадкой на ногтевой пластине, мы никоим образом не травмируем ногтевую пластину, а именно убираем тот слой геля искусственного покрытия и придаем небольшую шероховатость натуральной пластины. Как я уже сказала, скорость оборотов должна быть не больше десяти тысяч, иначе клиенту будет дискомфортно. В интернете вы увидите очень большое количество роликов про то, как подготавливать натуральную пластину при помощи апельсиновой палочки и пилки для натуральных ногтей. Но должна я вам сказать, что подготавливать натуральные пластины фрезой и насадкой керамической намного проще и быстрее. Можете сами попробовать. Если обратить внимание, то фрезой мы работаем не по кругу от начала кутику до ее окончания, а стараемся работать от центра вправо и от центра влево, так как делается аппаратный маникюр. Примерно в этом же направлении. Почему? Потому что в таком случае мы не повреждаем кутикулу и не идем насадкой и движением против роста кожи. К тому же такой способ обработки натуральной пластины более качественный, так как вы убираете не только какие-то остатки геля, но и птериги. Подготавливаете кутикулу, отодвигаете ее этой же насадкой и подготавливаете себе пространство для уже нового покрытия. Если посмотреть, то мы используем пылесос для того, чтобы пыль, которая собирается на ногти, обязательно должна слетать с ногти и не летать в воздухе. Мастер не должен ею дышать. По закону, мастер, который занимается наращиванием ногтей, не имеет права работать без принудительной вытяжки. В данной ситуации принудительная вытяжка это пылесос настольный. Что можно сказать о пылесосе? Я предпочитаю пылесосы компактные, которые не занимают на столе много места. Это первое. Второе, чтобы покрытие его было не белым и не однородным или не однотонным, а более какие-то рисунки имела. Почему? Потому что не так будет заметно загрязнение этого пылесоса. Поверьте, если вы будете постоянно им пользоваться, как бы вы его не мыли, его внешний вид все равно будет ухудшаться. Поэтому, для того, чтобы это не так было заметно, лучше использовать цветное покрытие. Эта процедура, в принципе, занимает небольшое количество времени, примерно около пяти минут на обе руки. Если кому-то покажется, что это слишком опиленная поверхность, то вы не правы, потому как именно керамической насадкой невозможно не сильно давя на ноготок спилить верхний слой ногтей. Значительно быстрее это получится, если с фанатизмом использовать пилку для натуральных ногтей. Поэтому я рекомендую именно аппарат и насадку для обработки натуральной пластины. С вами была Ева Лорман. Была рада помочь. Всего доброго! Всем успехов! Пока-пока!